Под зажигательные ритмы группы «Пицца» молодежь Московской области готовилась к главному спортивному событию 4 ноября. В День народного единства на любимой всеми Лазутинки – участники спортивно-патриотического марафона «Живу спортом» – это и название, состязание, призыв и утверждение. Свой спортивный настрой были готовы продемонстрировать свыше двух тысяч человек. Поддержать команды приехали вице-губернатор Московской области Наталья Вертуозова, заместитель председателя правительства Михаил Кузнецов, министр спорта Роман Терешков, олимпийская чемпионка, депутат Московской областной думы Лариса Лазутина, а также спортсмены-олимпийцы Александр Легков, Андрей Сельнов, Юлия Гущина и Валерия Коблова. Спорт нас объединяет. И пока мы едины, мы сильны. Мы сильны. И страна наша, наша любимая страна сильна. А вам я просто хочу пожелать здоровья. Вы все-таки молодые, красивые, любви, радости. И сегодня вам пожелаем классного настроения и побед. В каждой команде восемь участников. Возраст не ограничен. Самому взрослому, под 70, дистанция 5 километров, испытаний 10. Какие они препятствия? Этим вопросом марафонцы задавались еще до старта. Я думаю, что полоса готовит нам некий сюрприз, о котором мы еще не знаем. Честно говоря, полосу мы еще не смотрели. То, что я видел на сайте, ну, впечатляет. У нас в команде как бы нет такого, что все абсолютно готовы к этому. И есть слабые элементы, которых мы, безусловно, будем поддерживать. И я надеюсь, что благодаря взаимовыручке мы сможем добиться победы. Прочувствовать в полной мере настроение и динамику состязания можно, только очутившись на дистанции. Первый испытательный рубеж – пирамида. Взять высоту удается не с первой попытки. Однако ребята стараются. Там, где команда, будет успех. Далее испытания на меткость. От каждого по одному выстрелу. И снова в путь. На этот раз в брусье. А задача – пройти на вытянутых руках. Команда из Одинцова блестяще справляется с заданием. На каждом испытательном рубеже присутствует инструктор и спасатель. Дистанция сложная. Это и спуски, и подъемы. 5 километров по лесу, который 4 ноября был по-зимнему сказочным. Ажиотаж, который мы испытали в начале, он превысил все наши ожидания. Регистрацию закрыли в считанные дни. И будем делать подобные мероприятия традиционными. Не только раз в год. Посмотрим, разнообразим. И все наши массовые старты будем проводить под лозунгом «Живу спортом». Приглашать всех неравнодушных людей. Приходите на наши площадки, занимайтесь спортом, живите спортом. Еще одно неожиданное испытание. Колючка ползком по земле навстречу новым приключениям. Команда из Звенигорода этот рубеж преодолела неожиданно быстро. Ближе к финише участники прибавляли скорость. У девятого рубежа под названием «Сетка» скопилось сразу несколько команд. До финиша считаны метры, а на пути стена. Для участников марафона теперь уже нет непреодолимых преград. Это доказала команда Одинцовских волейболисток, бежавших под номером 59. Было очень сложно, потому что по холоду бежали. Очень много народу. Постоянно столпотворение. Но все равно это очень весело и очень круто. На финише каждому марафонцу медаль на память и сертификат об участии. Всего в соревновании своей силы испытали более 200 команд из Москвы и Московской области, живущие спортом.